Дорожники ДРСУ не перестают удивлять. Мало того, за лето они не успели отремонтировать единственную дорогу, которая соединяет город с поселком Искатели. Теперь еще и загубили очередной контракт на сумму 33 миллиона рублей. Согласно этому контракту, Доримстроев выступает субподрядчиком у компании Простор, но ответственность этот факт с них не снимает. Ведь подрядчик, то есть Простор, свою работу выполнил идеально. Они в срок уложили тротуар, а вот их коллеги наоборот. Все работы провалили. Укатать асфальтобетон дорожники должны были еще 5 августа. На дворе уже сентябрь, но с завершением даже не пахнет. Впрочем, это только одна беда. Посмотрите на экран. Фотографии сделаны в конце августа. На них рабочие укладывают новенькое полотно. Заметьте, под асфальтом никакого щебня. Вот результат. Через пару дней дорога в нескольких местах буквально провалилась. Появились трещины. Принимать такую дорогу заказчика им выступает Управление городского хозяйства, конечно же, не намерен. А это значит, что горе-специалистам ДРСО предстоит проделать точно такую же работу еще раз. Но перед этим нужно снять асфальтобетон, который обошелся бюджету в несколько миллионов рублей. Александр Гончаров, это начальник городского управления строительства и ЖКХ, подвигу дорожников не удивляется. Он прекрасно знает, что асфальтобетон, который делает и использует ДРСО в этом году плохого качества, а состав смеси уж очень сильно пережгли. Впрочем, винить один материал неправильно. Одна из главных проблем дорожников, уверяет Александр Гончаров, неорганизованность и безответственность предприятия. Проекты, которые идут к нам по контрактам, они, в общем-то, не выполняются. И считаем, нулевое выполнение практически. Я полагаю, что это наследие прошлого руководства. Вот сейчас руководство обновилось. И мы как бы надеемся, что новое руководство все это дело и поправит. Сейчас у Дуримстроя еще несколько контрактов. Во-первых, они должны построить дорогу, которая проложит автомобильный путь от улиц Полярная до Рыбников. Но и этот проект уже просрочен. Работы затянулись, а строительный сезон заканчивается. Во-вторых, специалистам ДРСУ необходимо исправить свои же ошибки в районе Старого аэропорта. Дорога, которую они там построили, с каждым днем приходит в негодность. Еще один очень важный объект – это дорога в районе авиаторов. Цена вопроса всего 153 миллиона, но это на несколько лет. А в этом году нам необходимо к домам, которые будут сдаваться, это 11-секционный дом, 7-секционный, 4-секционный дом, здесь сделать дорогу и выполнить ее в щебне. Потому что если мы этого не сделаем, то тогда очень проблемно будет сдать эти дома. Сейчас в стадии подписания контракт на работы по устранению колейности на так называемой кольцевой. Вот только возникает вопрос. На дворе уже осень, а когда и при каких погодных условиях будет проводиться ремонт? Вопрос риторический. Кстати, по заявлению руководства ДРСУ, проблемы с ремонтом городских дорог связаны с нехваткой рабочих. Сейчас предприятие ищет специалистов, но пока удалось лишь найти организаторов и мастеров. Один из методов решения данной проблемы, это сюда нужно привлекать новых подрядчиков, чтобы они имели свое оборудование, естественно, хорошее, не бывшее употребление, не старье какое-то, да, и качество материалов, и рабочая сила, специалисты. Это очень важно. Чтобы были специалисты. Да, именно, чтобы были специалисты. Игорь Кошин по этому поводу сделал заявление. Он поручил своему заместителю по социальным вопросам Галине Медведевой провести переговоры с профессиональным училищем, чтобы те, в свою очередь, смогли готовить необходимых специалистов. Может быть, тогда наши дороги станут действительно комфортными. Игорь Кошин по этому поводу